Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем шестую главу «Песни песни». Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейший из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Этими словами хор девушек Иерусалимских отвечает на ту похвалу, которую произносит возлюбленная в предыдущей главе. По-прежнему они ее называют прекраснейшей из женщин, и они выражают свое желание последовать вместе за ней в поисках ее жениха. Они задают этот вопрос «Куда же? Где же? Где же? Твой возлюбленный? Твой возлюбленный?» Они повторяют эти слова, и возникает вопрос. Это действительно искренняя просьба? Может быть, здесь немножко примешана ирония, или какая-то забоченность, или даже ревность? Всегда, когда звучит хор голосов, есть какая-то двусмысленность, потому что голоса остаются анонимными, они сливаются, они неоднородные, и мы никогда не знаем, какие из них одержит верх. Всегда, когда звучит хор, это может обратиться в нечто противоположное. И евангельская история нам дает тому пример, как и вообще очень часто в библейской истории. Например, в Евангелии рассказывается о том, как Христос входит в Иерусалим, и его приветствует Осанна, Осанна. Возвещается какое-то царство Давида, которое сам Христос никогда не провозглашал, его приветствуют как царя. Но та же самая толпа, подстрекаемая первосвященниками, через несколько дней будет требовать освободить в Араву, а Христа распять. Просто образ того, что когда звучит хор, это всегда остается очень двусмысленным и нужно быть очень осторожным. Девушка нуждается в помощи, и она обращается к хору своих подруг в надежде, что они укажут ей путь, куда пошел ее возлюбленный, или они смогут ему передать, что она изнемогает от любви, что она больна любовью. Но они отвечают ей праздным вопросом, куда, куда, где же он, для того, чтобы они тоже пошли за ней. И этот образ искать вместе с тобой тоже совершенно странный, тут точно нет никакой поддержки. Это очень похоже на то, как царь Ирод, приветствуя волхвов, пришедших с Востока, и Марка тоже говорит очень лукаво, для того, чтобы и я тоже пошел поклонился ему. Но в действительности он замышляет нечто совершенно иное. И точно так же в Евангелии от Марка мы видим, что все ищут Иисуса, все хотят видеть тебя. В какой-то момент говорят Христу, и в ответ Иисус отвечает, пойдем прочь в соседние селения. Он избегает такого праздного любопытства, такого хора голосов, анонимных людей, которые из праздных каких-то соображений ищут. И на этом фоне возлюбленный выглядит совершенно иначе. И здесь уже возникает та тема, которая прозвучит в самом финале песни-песней, в ее прощальном приглашении уходить, бежать, прочь, идти к тому месту, где он живет, на горах бальзамических. И здесь возникает следующий момент. Отвечая на вопрос хора, возлюбленная говорит о некоем саде. Возвращается наша любимая метафора сада. Мой возлюбленный пошел в сад свой, цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. И на этом закончится четвертая поэма. И здесь мы опять видим, что она говорит на каком-то таинственном языке, о котором они изобрели между собой, возлюбленные и возлюбленные. Никто не понимает, о чем идет речь. Точно так же, как Христос говорит в притчах и в загадках, потому что имеющие уши услышат, а кому не дано знать, тому это не поможет. Здесь мы видим те же самые загадки, которые понятны только ей, ему и тем, кто посвящен. И после этого начинается пятая поэма. Мы слышим опять голос жениха. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, Как фирца, любезна, как Иерусалим, Грозна, как полки со знаменами». Здесь мы видим необычное сравнение. Слово «тирса», «фирца» — это древняя столица Северного Царства. Иерусалим — это столица Южного Царства. Название первого города означает буквально «наслаждение», «благоволение». Греческий текст употребляет здесь слово «моя Евдокия», «моё благоволение». Иерусалим — это столица Южного Царства, и в нём тоже содержится идея мира. Иерусалим — это город шалом, город мира. И поэтому невеста, возлюбленная, соединяет в себе северную и южную столицу, что для еврейского народа очень важно. В какой-то момент Мессия объединит всех и одновременно сочетает в себе то наслаждение, которое связано с именем Тирсы, тот мир, который приходит на ум, когда мы произносим слово «Иерусалим». И в центре всего говорится о том, что она единственная. В 9 стихе «Единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличённая у родительницы своей. Увидели её девицы и превознесли её, царицы и наложницы, и восхвалили её». Этот возглас жениха о том, что его возлюбленная и единственная, произносится после того, как он опять описывает её портрет. В предыдущих главах мы встречались с похожими описаниями, и здесь почти дословно повторяются те же самые образы. Стад, кос, которые спускаются с горы Галаада, стадо овец, которые выходят из купальни, яблоки, гранаты. И эта похвала обретает какое-то вселенское звучание, потому что не только царь видит красоту своей возлюбленной, как будто посреди этого воображаемого Гарема. Он говорит, что она единственная по сравнению со всеми, кто есть вокруг. Есть 60 цариц, есть 80 наложниц, есть девушки, одна прекраснее другой, и они без числа, но моя возлюбленная, она единственная. И это признание жениха перекликается вот с тем, что мы услышали в третьем стихе, когда возлюбленная произносит эти слова «Я принадлежу ему, он принадлежит мне». Он пасёт между лилиями, он пасёт среди девушек, он пасёт там, где я пребываю. И это образ каких-то метафор, тайн, которые мы никогда не узнаем, они понятны только тем, кто говорит на этом таинственном языке. Но очень важно себе представлять, что этот образ «Я его, он мой» фактически является эхом того, что говорят пророки. Господь через пророков говорит, «Вы будете моим народом, а я буду вашим Богом, вашим Господом». Также и здесь полная взаимность, взаимообладание, принадлежность друг к другу настолько, что единственное, что можно сказать о народе, это народ именно этого Бога. Что можно сказать о Боге, это Бог этого народа. Точно так же возлюбленная и возлюбленные в этой главе. И дальше на восторженные слова жениха отвечает хор голосов. «Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Риторический вопрос. Хор девушек. Раздираем любопытством для того, чтобы узнать, кто же это единственный, прекрасный, все хотят ее видеть. И здесь мы видим замечательные образы, которые потом встречаются, в частности, в книге «Откровение Иоанна Богослова». Там говорится о женщине, облеченной в солнце, у ее ног луна, под ее ногами луна, над ее головой диадема из 12 звезд. Вот это прекрасная, как луна, светлая, как солнце. Это образ Божьей Матери, который часто используется в богослужении и особенно в западном христианском искусстве. И здесь же возникает образ красоты, которая одновременно невинна, прекрасна, сияющая, грациозна. И вместе с тем эта красота вселяет страх, трепет. Она грозная, как полки со знаменами. Тоже образ Божьей Матери, потому что в привычном, знакомом для нас песнопении, взбранной воеводе победительной, это тоже образ красоты, которая одерживает победы, и она страшна вражеским силам. Точно так же красота Бога, это то, что одновременно влечет, потрясает своим великолепием и одновременно внушает священный трепет, священный страх. «Я сошел в Ореховый сад, посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвелили ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня колесницам знатных народа моего». Жених опять возвращается к своему гимну, он воспевает красоту возлюбленной. Ореховый сад возвращает к образу орехового дерева, которое было завестено с Персией, и поэтому для чуткого уха здесь образ какой-то чуждой красоты. Как будто жених до этого был увлечен чем-то внешним и чем-то чужим, но сейчас он спускается и видит красоту зеленеющей долины. Мы находимся в сезон весны. Вот-вот распустятся виноградные лоза, расцветут гранатовые яблоки. Это все образы хрупкой, нежной весны, той красоты, которая едва-едва распускается, и поэтому ее легко можно погубить, и не будет сезона урожая. И последний вопрос содержит в себе интересное замечание. В еврейском тексте говорится о колесницах Аминадава. Греческий текст и синодальный перевод следует ему, говорит о колесницах знатных народа моего. Другие варианты перевода знатного народа моего это образ того, что мой народ является единственным, и он благороден по своему происхождению, образ колесницы, конечно, передает образ какой-то силы и скорости, точно так же, как и сейчас. Но здесь еще есть какой-то другой образ, потому что Ниталия — это колесница, которая унесла пророка Илью в тот момент, когда он беседовал со своим учеником Елисеем. Это произошло совершенно внезапно, неожиданно. Вдруг появляется огненная колесница, и пророк исчезает, похищенный, вознесенный на небо, вероятно, точно так же и возлюбленное неожиданно, внезапно исчезает. На портале экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.